Друзья, давайте будем говорить про Виллисов, что ориентироваться или нет. Ну да, это да. То есть такой пример новой критики. Ну вот я не знаю, что параллель в журналистике тут, по-моему, да. Вот фигура такая одна из самых сейчас популярных. Мы должны быть задавать провокационные вопросы. Но надо понимать, что у Вилли, кроме чудовищной работоспособности, который пишет там, я не знаю, с огромной скоростью и кучу изданий, и по многу пишет, там много смотрит, у него завидная просто эрудиция. Просто он очень много читает, очень много смотрит видео зарубежного, там, я не знаю, у него его насмотренность растет просто в какой-то прогрессии геометрической. Вот. И надо понимать, что то, что он позволяет себе, да, вот все эти, на грани фола и за грани фола, то есть сознательно там заступая за все вот эти красные линии, да, то есть у него в каком-то случае, как бы его ни говорили, что это мальчик там, там мало грамотный и все, тем не менее, вот для своего возраста у него очень завидный бэкграунд. Какая перспектива у этого пути развития? Ну, мы не можем сказать, я не могу сказать, какая перспектива, и все, то есть... Ну, то есть сегодня он блогер, а завтра он уже куратор, и он делает какие-то перформансы сам. Перформансы я не знаю, то есть вот, ну, то есть он будет действующей фигурой театральной цены. То есть вот на стыке жанров, я не знаю, что он будет организатором. Ну, он же делает перформансы. Да, он же делает. Сейчас перформансы делают, может быть, следующее, это фестиваль перформансов или фестиваль чего-нибудь там, там, городов. То есть это не исключено. Он сам говорит, что это вполне логичное, ну, развитие театрального блогера, идти именно в кураторство дальше. То есть если ты критик, то ты должен каким-то образом и идти в кураторство. Ну, это логично. У нас половина критиков, половина известных критиков как раз занимаются кураторством в фестивале. И Марина Давыдова, и Марина Сметревская, они кураторы театра, и Роман Должанский. И все понятно, что никто не ограничивается только критикой. Все занимаются действующей театральной работой. То есть вот такой оперативный. И в этом смысле у Вилюсова есть чему учиться, только он идет по головам и идет совершенно вот этих самых критиков. Ну, это вот такая стратегия. И понятно, что вот все молодые люди, которые там смотрят в сторону блогинга, ну, что-то надо брать у Вилюсова, но тем не менее понимать, насколько это путь рискованный, и насколько это путь и затратный, и опасный, и ответственный, в конце концов. И совершенно непредсказуемо. Друзья, есть у кого-то еще мысль? Да, у меня есть вопрос тогда. Ну, он как бы всю тему связан, и с теми вопросами, которые лекторы когда-нибудь говорили, возник. Вот когда мы обучались вот в этой школе театрального блогера, которая ввела для вас Лена Кавастер. Возник вопрос, для кого мы пишем, вот и вы сейчас это повторяли уже со своей точки зрения, да. И вот такой блог, или блог, когда человек пришел, ну, то есть, как мы это понимаем, блогер, он посмотрел спектакль, пришел и написал, ну, мы не говорили, это критика, мы не можем написать критику, вы не критики. Мы писали что-то между критикой и отзывом, пытались сформулировать то, что мы увидели, не привлекая своего какого-то личного мнения, потому что, как говорила Лена, пока вашего мнения вообще не существует, вы не должны его высказывать. Попробуйте рассказать, что вы видели без эмоций. И тогда возникает вопрос, вот такой человек, вот такой человек, он блогер или тот блогер, который вот в среднестатистическом мы называем, который пришел и написал, так и блогинг какое предполагает развитие? Тот, который повсеместный, доступный, то есть каждый из нас сейчас блогер в социальных сетях? Или это вот какая-то сильная личность, которая создала свой бренд, пишет несколько, ну, скажем, там, настолько нового, что это даже, не знаю, назвать критикой или блогингом, или вообще какое-то новое слово придумать? Вот что именно вы ждете, например, от нас, как от блогеров, театры, да, я имею в виду, или чего мы ждем, блогеры от театров, ну, вот да, 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 взаимодействие вот этого самого. Вот вы все драматические театры, даже у Старого дома есть свой журнал, и так получилось, что когда мы обучались, например, мы были, ну, как бы на базе, да, даже не глобуса, а Старого дома. Посмотрели спектакли Старого дома и писали о них. Да, два спектакля нам было дано, как для практики. Но существуют еще разные виды спектаклей, в смысле музыкальных, да, там же тот же налад, который так все не любят. Вы имеете в виду, что журналоков не принадлежит Старого дома? То же тоже важно, может быть, там у нас два-три музыкальных театра, но о них, например, не пишут, а мне, вот, например, они там ближе, чем драматически. Ну, я, например, говорю. То есть вот это взаимодействие, вот, как люди, которые профессионально этому обучены, и те, которые тесно связаны с театрами, расскажите нам, чего вы от нас ждете, или, ну, какие вопросы вы хотели бы, чтобы мы освещали. Потому что мне вот сейчас не очень понятно, какого блогера вы имеете в виду. Тот, который больше привлекает к себе внимание и продает, или тот, который реально посмотрел спектакль и написал, ну, свое личное мнение, без каких-то там особых перформансов. Ну, просто среднестатистический. Мы вообще только недавно наблюдаем образ театрального блогера. У нас есть вот такой один яркий пример. И вот, ну, он вот так вот сформулирован. Поэтому мы сейчас не можем сказать, что кто такой вообще театральный блогер. То есть другие вы вообще не замечаете? Есть, но их очень мало, и они столичные в основном. То есть это люди, которые, ну, живут более насыщенно, скажем так, в столичных театрах. А вообще, я понимаю, что интернет — это не ограниченная территориальная история. Мне кажется, театральный блогер — это такой немножко оксюморон. Театр, да, он здесь и сейчас в определенной географии. Можно ли быть региональным блогером, действительно, предполагающим огромную аудиторию? Да, то есть я на эту тему как-то спорила с интернет-брагитологом. Блогер. Нет, в вашем случае это же невозможно. Ну, как бы, смешно. Ну, как бы, для него звучит смешно, например, что блогер, который живет в Новосибирске, и что, кому буду я сказать, например, в Новосибирске про театр? Ну, как бы, смешно. Мы собираемся в том, что большая аудитория, например. Ну, ничего смешного нет. Мне кажется, вообще... А, ну, почему смешно, как ты? Нет. Ну, потому что блогер, известный блогер, предполагает глобальную аудиторию, интернет-аудиторию, как бы, да, рассказывать о продукте, который не может посмотреть там житель Сыктывкара, ну, как бы, зачем? Мне кажется, сводить саму фигуру блогера к миллионнику, ну, это, мне кажется, глупо. Потому что куча пользователей, куча блогеров, которые ведут... Я знаю театральных блогеров, которые вели уже много лет в живом журнале. Вот, есть такой под ником Орлекин. Там фильмы, музыка и театры очень достойные такие. Самый, совершенно частный, он нигде... Ну, это журналист, который писал, и уже не пишет. И вполне достойный. И у него, конечно, не миллионные... Это очень изысканные, наоборот, рафинированные такие рецензии. И мне кажется, чего мы ждем? Да мы ждем, чтобы больше людей любили театр, больше людей про театр писали. Только этого. То есть, мы не обязательно ждем, чтобы вы стали миллионными, не стали скандальными, не стали продаваемыми. Вернее, если у вас получится с профессиональными критиками, ну, слава богу, если у вас получится, если вы станете таким. Но просто для того, чтобы расширилась квалифицированная аудитория театра. Потому что эта аудитория действительно не широка, и молодежи среди... Ну, мало в этой аудитории процентов. Поэтому, если вы сможете на современном языке писать о театре, то, что вас зацепило, то, что вам кажется нужным, важным в этих спектаклях, если у вас будут читатели, так это прекрасно. Только это. И в этом смысле, я думаю, и литературные критики, и издатели ждут от литературных блогеров того же самого, чтобы больше читали книг, больше... Книжку ты можешь купить везде. Книжку можно купить везде. В театре надо купить везде. Но в театре надо купить везде. Но здесь не обязательно о глобальных вещах. То есть, вот, ну, я не знаю, о критике, о театральной критике. Театральные критики живут еще в Новосибирске. Это профессиональное сообщество. Ну да, не знаю, это профессионально. Это всегда не полагает, который был призыв к этому же самому театральному сообществу. 15 лет назад, когда я занимался активной журналистикой, был редактором отдела культуры сначала в Новой Сибири, потом в Континенте. Когда я пришел в Новой Сибири, Саша Лаврова работала только на профессиональное сообщество. Огромные театральные рецензии на полосу. То есть, плавно работала сама в театре, это было обовлечено. Огромные театральные рецензии, огромные интервью. Ну, собственно говоря, никакого другого. Мне показалось, что задача немножко была поменять полосу и сделать в интересах газеты. То есть, чтобы там были разные искусства, чтобы кино, литература, это самое, и все. И театральная рецензия была сжата до одной четверти, максимум половины полосы. Причем задача была суперсложная, поскольку газета всегда была немножко такой многотиражки, для такой элиты, чиновников, какого-то. То есть, во-первых, писать, конечно, для театрального сообщества, для самих театров и для творцов, для критиков. Во-вторых, для зрителей, которые этот спектакль посмотрели на премьере. И в-третьих, для тех зрителей, которые не посмотрели, но которые могут согласиться, зацепиться, прийти в этот театр, согласиться со мной или нет. То есть, такой кучком эти задачи торчали, и надо было их все как бы выполнить. Более того, когда ты писал про Чайку или про Гамлет, то всегда нужно было один абзац посвятить на то, чтобы пересказать, про что эта пьеса. Не навязчиво, потому что, ну, на всякий случай, кто вдруг забыл, про что Гамлет. Это, конечно, популярная такая литература, это ни в коем случае не критика, это журналистика театральная. И потом, когда мне пришлось писать про какие-то спектакли в ПТЖ или куда-то в газету «Культура», мне приходилось эти тексты перерабатывать, писать более подробно, с более подробными разборами, и какие-то более живые моменты оттуда вырезать. Но тем не менее, когда мы говорим, если мы ориентируемся на какую-то широкую аудиторию, ну да, каким-то легким языком, но это вот так. С тех пор изменилось все. Площадка театральной критики, где она была возможна, журналистка даже театральная, съежилась как же гребневая кожа, исчезли газеты, даже Новая Сибирь, это сейчас абсолютный многотираж, который 4 тысячи бумажного тиража, это в разы меньше, чем аудитория Виллисов, это в разы меньше, это всего в два раза меньше, чем моих читателей в Фейсбуке, в конце концов. Вернее, у меня не намного меньше, в два раза меньше, но при желании там можно расширить это самое. И кто читает эту Новую Сибирь, совершенно непонятно. Сайт там вообще считают, ну, единицы в конце концов. В этом смысле, в Сибафон, когда все-таки там читали, если до 5-10 тысяч читали материалы, то есть это хороший результат для провинциального журнала, то есть нестоличного, с серьезными текстами. Поэтому надо понимать действительно, где, куда, что писать, на кого ты ориентируешься сейчас, для кого будут. Для кого ориентируются критики, ну, это более или менее понятно. Да, сейчас правильнее всего ориентироваться на профессиональное сообщество. Что значит правильнее всего? Для каком смысле? Для критиков правильнее всего. Для кого? Потому что критика задачу просвещения, вовлечения новых читателей не выполняет и вряд ли будет выполнять. А ставить раз? Мне кажется, что в какой-то момент еще ставил, еще и в 90-е, и в начале нулевых, такая задача была. То есть была задача, был такой посыл у многих, у журналистов, которые писали, по крайней мере, про театры. Мне кажется, вот здесь, говоря об этой задаче, расширять, просвещать, это не про критику, а про журналистику. Про журналистику, конечно. Если посмотреть на историю российских культурных митингов, мы, медиа, то как раз в лес культурной журналистики мы увидим, как ни странно, в 90-е. Да, в 90-е годы, когда хорошие отделы культуры появились во всех крупнейших газетах, там, от «Коммерсанта», там, «Русский телеграф», и все, это были газеты. Это были хорошие, театральные, качественные, да, сегодня вообще с отделом искусства. Это была отличная, качественная журналистика про искусство, про театры. Давайте еще дадим возможность. Сейчас все это поменялось. Сейчас вот эта задача вовлечения, просвещения, подключения. Зрители, наверное, блогеры, наверное, все это пойдет через блогеров. Тем более, что театральной журналистики, как такой, практически не существует. Нет площадок, нет платформ, уже практически не осталось платформ. Про что речь идет? Поэтому те журналисты, которые смогли на более серьезном уровне работать, переполитируйтесь в критике, полностью там сменили этот сегмент на более профессиональный, это осталось. Ну, такие вот, даже здесь. Другая история, в общем, начинается. И поэтому все даже те площадки есть, ну, это там, они уже не журналистки. Журналист может писать про театр, ну, у себя в блоге, он, по сути дела, он превращается в такого же блогера. То есть ему уже никто не платит, там, у него нет редакции, то есть все это вот в этом смысле. Я равноправен со всеми вами. Если я пишу про театр, то есть вот так вот. В этом смысле вот. Пользуйся на своей площадке, в своих соцсетях. В этом смысле вот так вот. Спасибо большое. Антон Лопанин, блогер уже лет 8-9, я, честно, не умею считать это дело. Вот, смотрите, ситуация по сути такая. Есть, ну, то есть две оси координат, да? Если мы прорабатываем тему максимально хорошо, то есть мы критик, да? То у нас очень маленькая аудитория, которая нас понимает. И чем выше аудитория, тем дальше мы отдаляемся от верхней оси, да? В другую лось координат, где у нас широкая аудитория, которая понимает меньше о театре. И, собственно, нужно как раз-таки блогеру, журналисту, неважно, да? Держаться где-то посередине и найти свою нишу вот в этом вот графике, который, ну, каждый чертит сам для себя, наверное. Мне кажется, это какое-то очень индивидуальное решение вы сейчас исключили. Ну, по сути, да. Каждый выбирает. Да, да, да. Ну, собственно говоря, блог – это и есть индивидуальное выражение каждого человека. То есть вот человек, создавая блог, он ставит перед собой какие-то задачи. и блог – это его самовыражение. Ну, это не всегда самовыражение, это задача зависит. Мы тут еще раз важное, с чего мы начали и к чему мы не вернулись. Блог, в отличие от журналистики, это коммуникация в прямом выражении, всегда приглашение к диалогу. И это один из мощных инструментов вовлечения и наращения аудитории. Если мне нужно, это наращение аудитории. Опять же, я могу позиционироваться как эксперт и писать критику ту же самую, да? Ну, если у меня хватает на это мозгов. Мне кажется, это вопрос действительно. Темперамента, черт характера и все. То есть чисто физиология какой-то и психология, и психосоматика. Я не знаю, насколько ты готов к широкому общению, насколько оно тебе надо, насколько оно зависит от твоих амбиций. Ну, я не знаю, от кучи вещей. Поэтому это действительно совершенно индивидуальная вещь. Поэтому пишите так, как можете, пишите так, как вам хочется. Я не знаю, ищите, пробуйте, я не знаю, экспериментируйте. Ну, пишите так, про то, что вас цепляет то, что будет цеплять ваших читателей. Только всего. А так вот сейчас столько возможностей для этого. Тут еще, наверное, стоит сказать, что блок Виктора, он начался с того, что он находил редкие видеозаписи, спектакли, и выкладывал их. То есть это не было изначально вот какой-то прям театральная критика сначала. Он просто находил записи, которую наверняка все мы бы поленились просто поискать, не нашли бы, может быть. И таким образом он их выкладывал, как-то к ним относился в каждом посте, даже признавал, что он там, возможно, ничего не понял, и что, может быть, там, вы поймете лучше меня, то есть тем самым давая какое-то поле для комментариев. То есть это постепенно отросло именно из этого, а не, собственно, из каких-то текстов или постов. Что особенно важно, кстати, для регионов, потому что у нас нет, например, возможности съездить и посмотреть спектакль Боба Уилсона, и мы можем посмотреть видеозаписи, а как еще? Потому что в столице, там, ну, опять, вот, ну, дальше. Концерт, который можно распространить. Нет, ну, и, наверное, что Боряк Девилос, который, видите, жив в Новосибирске, и жил, то есть, в короткое время, он смотрел вот так, он смотрел Новосибирские спектакли, и то, что он хотел бы иметь, и об этом писать. Поэтому это совершенно наш вокальный. Ну, да, это такой анархизм немножко, да? У нас в Новосибирске, я продолжаю патриотическую виду, но, конечно, довольно сложный театр есть, да? Вы говорили про его здесь, я могу сказать, спектакль Тимофея Гулябина, ну, а разных классов, как театр «Фоспус», да, спектакль «Фоспус». И, конечно, привлечь аудиторию вот такой массовой, которая привык выходить, может быть, на спектакль средней, средней температуры, да? Товарищ сложный, мы признаем все это, да? И блогеры с их живым, индивидуальным, неангажированным зрением, с их видением, да, с их, может быть, языком, который действительно не замусывает академическим каким-то знанием, академическими словами страны, хотя Виллисов использует вполне себе такую критику по структуралисту, и такие слова сложные, да? Например, да, но тем не менее, вот этот живой язык и попытка рассказать с любовью о театре сложном, который предлагает Новосибирск, мне кажется, это очень важно, вот именно в блогерском смысле, потому что те вещи, как, кстати, Алексей об этом говорил, с выставкой «Родина», связанной с Тангейзером, например, да, то, что связано, возникает вот такая защитная функция у критики, что ли, да, вот так время у нас выстраивает нас, и мне кажется, блогерам она тоже может быть, ну, как бы поддержана, что мы в широкую аудиторию приносим наши впечатления и знания о театре, которые мы сложно воспринимаем. Да, и в этом смысле просветительский проект может пойти именно через блогеры. То, что делает Арзамас, то, что сделает постнаука, может перейти и в проект театра, где у него не будет миллионной аудитории, сто процентов, не будет просто, да? Ну, просто вопрос, во что это конвертировать, этот блог? В реальный приход человека в театр, да? Или просвещение как таковое, да? Рассказать можно увлекательное об истории, театре и так далее. Ну, то, что делает... Классные примеры Алексей привел как раз с тем, что вот те вопросы, которые стесняешься задать сам, но вот... Да, просветительская история, но и все-таки история, которая поддерживается... И Алексей же рассказал, что музей-создатель этих роликов не ставил задачи продать музей таким образом. Ну, мне кажется, надо цифры просмотров посмотреть. Мне кажется, что это очень классно, это очень круто, но я не думаю, что это вирусный... Ну, это вообще история медленная. Расширение аудитории, любой аудитории, очень медленное. Это конвертируется, ну, не скоро, наверное, и все. Поэтому нет такой задачи, что вот думайте, что все набросились на вас. Давайте, вот все будете писать, и к нам тут повалит зритель. Не количество качества я имею в виду. Нет, конечно, здесь о качестве, здесь о качестве, о том, что если пойдет... Не случайно. Пойдет, когда зритель не случайно и понимающий, зачем. Пойдут действительно люди, которым это интересно, да, то есть, которые откроют вдруг... Вот если вы открыли, что в театре вот что-то такое происходит, ради чего стоит, то и ваши читатели, ваши друзья, благодаря вам, там, в дом надо сходить, посмотреть, что... Ну, действительно, потому что там в Новосибирске есть спектакли, достойные спектакли, и которые... Ну, не стыдно показывать хоть где-то там. Я думаю, ну, вы знаете, что три сестры там провели в Париже 20 спектаклей с отшлагами по всей Франции. То есть... И многие другие спектакли, прекрасно выглядящие вот и в российском масштабе, и в европейском. Поэтому, вот, если... Мне кажется, вот... Кто-то придет, то уже прекрасно. Уже прекрасно. Во-вторых, это... Вот, как некая комьюнити, некая комьюнити сложится вокруг театра, да, которая сможет приходить и не только на спектакли, но и на обсуждение, на какие-то вещи. Но это же тоже прекрасно, потому что вот этот разговор какой-то, живой разговор в театре, который происходит на лабораториях, там, я не знаю, на мастер-классах. А про блогинг ли это история? Это и про блогинг тоже, потому что эти вещи идут через блогинг, то есть могут пойти. Можь, Ван. Да, Можь. Я хотела такую тему, чтобы бросить на обсуждение, просто, ну, для меня крутой блог, это все-таки какая-то уникальная вещь. Ну, то есть, это не то, что мы сейчас про лист пишем про театры, но это какая-то какой-то продуманный контент, такие концепции, чем я отличаюсь от других, чтобы меня читали. Ну, то есть, и, кстати, я бы посторону сферы по поводу того, что зачем мне читать, там, вот так, которые я не видел. Я, вот так, мечтаю блог про кукольный театр, и я очень мало видела кукольного театра, но это такая история, просто про кукольный театр, никто не пишет, ну, практически, поэтому это уникальное предложение, и это интересно читать. То есть, мне кажется, в театре надо искать либо какие-то темы, либо какие-то способы подачи, такие, что отличали бы вас от каких-то, от критиков, от журнопистов и от других глоберов. И в этом плане готова бизнеса как бы, ну, образование проекта и наполнение контента в пиктахе как раз привлеклик ему внимание о том, что это он сделал, и это возможность увидеть пиктах, и которых у них нет, но повторить это уже очень сложно, потому что уже есть. Вот про такие штучные проекты, мы, конечно, о них ориентироваться и иметь в виду, но надо же понимать, что вот это труднодостижимо и действительно иметь смысле повторять. Конечно, каждый день будут искать какую-то нишу, свою интонацию, свои темы, свои подходы, то есть, ну, это нормально, вот, это естественно, обязательно ли стремиться превратить свой блок во что-то вот в такое уникальное, это зависит, это опять же чисто индивидуально от человека, от его темперамента, амбиции, от его задач, то есть, какую планку он ставит, что именно. А поэтому говорить обязательно, что вот нет, чтобы все были индивидуально, вот, вот, все, как они, не дай бог, кто-нибудь, можно тоже сказать, можно тоже сказать, недавно был фестиваль, была арт-журналистика, в принципе, там поднимался вопрос блогинга, но немножко в другом контексте, и Ая Макарова, я так понимаю, известный человек в нашей стране, вот, на вопрос о блогере, она сказала так, вот вы сейчас пришли на спектакль, и вам реально что-то очень нравится, или не нравится, неважно, вы испытали какую-то эмоцию, вы прямо сейчас пишете, тут настолько кайфово, и этот человек, который вас считает, даже один, а у вас наверняка хотя бы один есть, там муж, я не знаю, там подружка, она должна или захотеть прийти ко второму акту, или вообще никогда не приходить в этот театр, то есть вы должны свою эмоцию передать, неважно, в короткой или длинной форме, но это должна быть такая свободная, то есть блог, он современный, он предполагает свободное общение, и может быть мы этим и отличаемся от критиков, что мы пишем по большому счету может быть не очень образованно, не очень там возвышенно, но пишем так, как и хотим писать и как мы общаемся друг с другом, вот, но просто театры, например, насколько я знаю по своему опыту, не очень хотят это размещать, потому что им кажется... А почему размещать театры? Да, это вопрос, потому что если размещать, то все вот эти вот дозы, или только хорошие родственники, или все вместе и плохие тоже. Или только профессиональные. Да, или только профессиональные. Это очень большой вопрос, на самом деле. А профессиональных нету в Новосибирске практически. Вот весь секрет. Они бы рады, я уверена, но их нету. Да, это большой действительно вопрос, но нам рано или поздно придется с ними столкнуться и решить, либо наполнять наши соцсети полностью отзывами, если бы как-то... Никакого отзыва уже есть, положительный официальный отзыв, я считаю... А вот это блогинг кто-нибудь? В каком смысле, да. Вот всегда и возникает вопрос, а вот в смысле, что вот... А зачем границы какие-то устанавливать? Если вы выделите как индивидуальность, вас будут дать миллионы. Если вы просто любите, пишите о театре, вас читают 200 человек, вы их привлекаете, на такие спектакли. Круто! Вот и получается, что вопрос как раз вот в этом, да, взаимодействия театра и зрителя, где зритель, или он вдруг стал блогером, ну, скажем, вдруг, да? Или он... Да. Смотрите, если после премьеры ВКонтакте выходит много отзывов, сразу идет сарафанное радио, сразу премьера становится посещаемым. Театр это нужно. Ну, по крайней мере, тем, кто все-таки хочет аудиторию привлекать. А не просто сарафанное радио. У нас какие-то москвики настраиваются, ты же сам, вот группа в ВКонтакте, да, просят от театра, просят отзывов для себя. Все пишут, я же это... Да, да, да. Ждем ваших отзывов. Ну, видимо, нужно какое-то укрепление, что ли, этого моста между желанием театров получить отзыв и желанием, собственно, пишущих этот отзыв оставить. Ну, какой-то... Просто, не знаю, мотивировка должна быть. А, пока. Я не могу, вылить с этими отзывами, потому что, ну, это хорошо, когда их много, но они все примерно выстроены по вот этой вот системе. Я сходила, было как классно, так есть о чем подумать, было глубоко. Нет, ну, я имею в виду, это вот какой-то такой срез. Я знаю, что есть классный, я понимаю это. Но если мы уходим просто в область зрительских отзывов, то мы неизбежно и к этому тоже подходим. Но у этого профита нет никакого. Возможно, профит не встанет, где есть социальная критика. То есть, Лилиса, Лилиса, простите. Он что делает? Он любит управлять новую эстетику, когда говорит, вот, Вилсон, Вилсон класс, типа, смотрите. Не то, чтобы я сам в конце понял, но мне кажется, это можно покопаться. И типа, все идут, копаются. То есть, лично я так начала смотреть Вилсона. Вот. Там, где нет этой новой эстетики, нет новых смыслов, он такой, смотрите, вот здесь социальная проблема. Эти люди, они что-то не то делают. У них какая-то не та структура, они какие-то зашорренные все. Давайте их что-то меняем. Вот. И может быть, нам тогда делать на это акцент. То есть, не так написать, что типа, все пошли или все не пошли, а проанализировать и сказать, что с этим можно сделать. Или в чем проблемы, или, ну, или, как он говорит, не предлагать прогнозов, а просто что-то сказать, как делать с этим. Ну, тогда анализируем исходя из своего опыта и своей среды, своего образования, возраста, не знаю. Мне кажется, уже здесь мы ударились в технические, в планирование, в индивидуальные, во все. Мне кажется, основное это сказано уже. И как-то по этому. То, что мы все можем на течение.